Сегодня мы начинаем с самого главного семейного места. Место, которое бережет все семейные ценности. Местные эту площадь именуют просто сковородка. Друзья, мы в Костроме. Погнали! А за моей спиной памятник первому русскому навигатору. Это Иван Сусанин. Именно он увел поляков из Костромы. Кострома сам по себе город-памятник и город-музей. Но самое удивительное, что здесь свой музей даже открыл человек-паук. Город Кострома – это город-спаситель. Именно в Епатевском монастыре Михаил Романов прятался от поляков. Ну, за спиной не Епатевский монастырь. Кстати, назову-ка я своего сына Епатия. И будет у нас с ним дача. И буду кричать ему «Епать, копай!». А потом мы еще и дом будем колотить. Если кто-то думает, что мы попали в 70-е, 80-е или 90-е, вы не правы. Сейчас на дворе 2020 год. Мы находимся на ГНКС в городе Кострома. Вы посмотрите, пожалуйста. Ну, как мы можем говорить о самом экологичном и чистом газовом топливе, когда у нас есть такое? Ребят, давайте развиваться. Давайте делать классные вещи для людей. К сожалению, у нас не так много времени, чтобы мы могли уделить одному городу. Но Кострома сама по себе очень красивая и удивительная. Обязательно сюда приезжайте. А впереди нас ждет Владимир. Небольшой дождь нас встречает, а это хорошая примета. Мы находимся в городе, который был основан в 1108 году. В городе, в котором проживает более 350 тысяч людей. Это город Владимир. Владимир. Этот город основал Владимир Красное Солнышко. Владимир Великий. Он перенес столицу из Киева сюда. Город Владимир. Владимир. У местных детворых здесь есть забава. Надо успеть пробежать этот фонтан, чтобы тебя не замочило. Я побежал! Я попытаюсь! Наверное, у меня получится. Получилось! Я уверен к этому. Я не буду знать, что вы, я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я не знаю. Дмитриевский собор Чертанье он приобрел византийской резьбой Именно здесь ты ловишь настоящий энергетический поток, потому что именно с этих мест началась наша Россия. Когда идет поток людей, я им говорю Люди, стойте, но куда вы все спешите Слышите, гармонь поет для вас Две минуты мне вы подарите Песню я сыграю вам сейчас Сочинять я песен не умею Не учился этому нигде Просто расскажу вам, как умею Как живу на этой я земле Было детство, молодость и зрелость Быстро все летит, потоки дней Многое чего успеть хотелось Но не изменял мечте своей А мечта проста, во всем обычно Дом построить, вырастить детей Счастья мне хотелось в жизни личной И в ладу жить совестью своей Я ума набирался везде и во всем И богатства, достатка хотелось мне тоже Но пришла вдруг пора, когда стал понимать Родной дом и очаг Всех сокровищ дороже Родной дом, где стоит на пороге жена Дети шумно избежались гурьбою Мать-старушка в платочке сидит у окна Как мы ждали все встречи с тобою Хочу детям своим это все объяснить Людям всем рассказать на планете Все, кто слышит меня, я вас очень прошу Берегите сокровища эти Люди, стойте, но куда же вы все спешите Я выполнил просьбу, пожелание Этой бабушки из Севастополя Которая была в 43-м году Пятилетним ребенком под оккупацией Спасибо за ваше внимание Так, к нашей семье по автопробегу от Петербурга в город Мир Присоединился вот такой замечательный тягач Scania Друзья, впереди все будет интереснее и интереснее Подписывайтесь на нас, смотрите нас Дальше мы двигаемся в Нижний Новгород Субтитры сделал DimaTorzok Ну не горький он, это же Нижний Новгород Город, основанный в 1212 году Между прочим, здесь проживают около миллиона 200 людей Олень Символичное животное для Нижнего Новгорода Его изображение есть на гербе города А также используется в логотипах компании Горьковского автозавода Ему посвящают песни и стихи Вот олень, если что, вот он, здесь У каждого из нас есть рабочий чат в телефоне Я спросил у своих коллег, какую достопримечательность в Нижнем Новгороде можно посетить Мне сказали, сходи на лестницу Чикалова Вот я не пойму, либо меня так ненавидят, либо в меня так верят Ну пойдемте посмотрим Одной из самых важных и необычных достопримечательностей Нижнего Новгорода является лестница Чикалова Названа она в честь великого летчика-испытателя Валерия Чикалова Насчитывает количество лестниц по официальной версии 560 Но нижегородцы утверждают, что невозможно их сосчитать Пошлите Физическая-то нагрузочка, мама, не горюй здесь Идея строительства этого проекта была еще в конце 30-х годов Но из-за войны пришлось его сдвинуть И вот в 49-м году его смогли реализовать Но он стоил свободу Александру Шульпину, главному создателю этого проекта А все потому, что было очень много потрачено на него денег Есть же выражение, но с песней слов не выкинешь Фух, здесь так красиво, я перестаю дышать Фух Дальше идем Ну а теперь я себя ощущаю, как герой фильма Рокки Который вот-вот взбирается на вершину Стоит, делает вот так И все, друзья, мы покорили эту лестницу Вот сейчас возьмут и подумают Вот он не может нормально на лестницу зайти А все потому, что у меня был код на завтра Пинтиум в отмазке принимается Основная тема нашего автопробега Это, конечно же, показать, как люди относятся и используют природный газ и метан в разных регионах Но в Нижнем Новгороде мы не могли не проехать мимо легендарного Горьковского автозавода Горьковский автозавод был основан в 1932 году Хотя история его началась немножко раньше Еще за несколько лет до этого было создано управление конструкторно-экспериментальных работ Собственно, которое занималось разработкой и автомобилей И разработкой системы их производства И которое стало, по большому счету, прародителем всей автомобильной конструкторской школы в России Мы находимся у входа в цех производства грузовых автомобилей Здесь расположены главные конвейеры Именно отсюда выходят газели и газоны Вся современная продукция Горьковского автозавода Вообще, новая страница истории газа началась в 90-е годы Страна испытывала значительные трудности Но газ как раз очень удачно вышел с новой моделью Новой полуторкой, газелью И вот как она начала быть самой популярной машиной для малого и среднего бизнеса В 1994 году, когда она вышла Так она продолжает оставаться самой популярной машиной до сегодняшнего дня А природный газ – это топливо Из широко используемых сегодня топлив Который обеспечивает наименьший расход на 100 километров А газ целиком посвящен производству продукции для бизнеса А для бизнеса главное – это снижение сдержек Поэтому, когда появилась идея выпускать машины на газе Газ сделал эту тему приоритетной Мы первыми в стране еще в 2005 году Группа газ начала производство автобусов на метане В 2013 году началось производство легкокоммерческих автомобилей на метане Чуть раньше, в 2010 году, на пропан-путане И в совокупности мы предлагаем сегодня комплексный продукт Легкие коммерческие автомобили, средние грузовики, автобусы и еще заправки То есть все, что нужно клиентам из разных областей Для того, чтобы эффективно использовать и эксплуатировать газовые машины Сегодня вот мы на газовой заправке Которая у нас здесь на территории, на нашей Нижегородской площадке Горьковского автомобильного завода она расположена Расскажу вам про две этих машины, которые у нас сейчас освоены в производстве Начать хотелось бы с того, что группа газ является крупнейшим производителем коммерческой техники в России И крупнейшим самым производителем по газомоторной технике В том числе и CNG В настоящее время на Нижегородской площадке освоены автомобили газель Next и газон Next Они вот перед вами сейчас стоят как раз около заправочной станции Уже внедрен в производство несколько лет Это газон Next CNG Это среднетоннажный автомобиль Полной массой его 8,7 тонны Здесь в модификации представлен эвакуатор Автомобиль у нас оснащен двигателем Ямс 534 Полностью метановым Двигатель это тоже разработка и производство группы газ Ярославская площадка группы газ Двигатель является на сегодняшний день одним из самых современных двигателей в России В производство и освоение строительства нового завода по 534 моторам вложено больше 11 миллиардов рублей Что касается особенностей автомобиля У него оборудование применяется ведущих мировых итальянских производителей Отвечает всем правилам нормальной безопасности В частности 110 правилам ЕКО Баллоны мы применяем российского производителя первого типа Это баллоны 219 миллиметров диаметром и 1652 миллиметра длиной С соответственно запорной арматурой тоже итальянского производителя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, мы прошли порядком 400 километров Первое впечатление, конечно, это экономичность Автомобили расходуют примерно 25-26 килограмм газа на 100 километров То есть это в районе 2,5 раз дешевле выходит, чем на дизельном топливе Также, помимо того, что шестое поколение так отличается своей шумоизоляцией Непосредственно сам двигатель работает тише в плане звука Ну, тише он работает, то есть намного комфортнее ездить на этом автомобиле Также автомобиль укомплектован коробкой Аптикруз То есть это значительно упрощает жизнь водителя в плане комфорта То есть автомобиль сам за тебя переключает передачи Достаточно только выбрать режим работы непосредственно для транспорта задач Сейчас мы идем в стандартном режиме И у нас расход топлива примерно 25 килограмм на 100 километров И я думаю, что его можно еще уронить, расход топлива, если снизить скорость движения Ну, явно заскучали, а? В комментариях только и спрашивают, когда будет рейтинг Coca-Cola Когда будет рейтинг Coca-Cola А вот, пожалуйста Мы остановились в городе Нижний Новгород в каком-то придорожном кафе И сейчас мы узнаем здесь цену на Coca-Cola Вот, кстати, и холодильник Ну вот, есть в стекле выбор широченный А нас интересует конкретно 0,5 А 0,5 бутылочка здесь стоит 65 рублей Без акции, без всего Естественно, берем Субтитры подогнал «Симон»